Здравствуйте! С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Развитие арктических территорий за молодыми специалистами. Вот только вопрос привлечения молодежи для работы в суровых условиях Севера на сегодняшний день номер один для всех субъектов. Об этом заявили участники форума арктических муниципалитетов, который прошел в рамках международного форума «Арктика. Территория. Диалога в Архангельске». Как решить проблему и какие рычаги задействовать, расскажет Мария Владимирова. «Работаю, мне очень здесь нравится. Всех уже практически знаю, все меня знают. То есть, ну, как бы, не жалуюсь». Надежда Канева, уроженка острова Колгоев, приехала на работу в амбулаторию Нельминовоноса сразу после окончания учебы. Говорит, что работа по душе. Для этого созданы все условия, в том числе и жилищные. Вот только принять их готовы не все. «Уголь, вода, это все нужно будет. Ну, дрова там, да, вот что-то. Так все хорошо у нас». Бытовые условия, территориальная удаленность от центра, эти и другие факторы, как правило, отпугивают молодежь. Поэтому в глубинку едут единицы. И такая ситуация во всех арктических субъектах. «Существует определенный дефицит и дисбаланс кадрового обеспечения здравоохранения субъектов арктического региона. Необходимо отметить, что нет единой статистической базы по дефициту кадров для субъектов арктического региона. И сегодня очень важно создать такую единую базу данных по укомплектованности медицинскими кадрами муниципальных образований, чтобы позволить более четко планировать их подготовку. Случайные люди не должны приходить в медицинский вуз. В связи с этим чрезвычайно актуальна является задача довузовской подготовки будущих абитуриентов». Для этого необходимо уже в школе открывать профильные медико-биологические классы. И здесь, отметила Любовь Горбатова, не обойтись без помощи глав муниципалитетов. Только так, когда ребенок будет со школьной скамьи понимать, что медицина – это его осознанный выбор, не решить проблему кадрового голода, в частности, в районах Крайнего Севера. Не хватает не только врачей, но и учителей, и других специалистов. Для решения этой проблемы в каждом субъекте свои методы. «Эта тенденция заставляет искать новые механизмы для возвращения уехавшей и закрепления оставшейся молодежи. Одной из мер по возвращению выпускников вузов, обладающих нужными на риску специальностями в области здравоохранения и образования, является реализация муниципальной программы приглашения специалистов. В программе могут принять участие в том числе молодые специалисты в возрасте до 30 лет, возвратившиеся обратно в город после получения образования, либо получившие образование на территории города, но еще не осуществляющие трудовую деятельность. При этом приглашенному специалисту гарантируется компенсация расходов в связи с переездом, а также выплата подъемных и предоставление жилья». Весомую роль в привлечении специалистов для работы на Крайнем Севере необходимо и материальное стимулирование. Для этого Ассоциация Арктических муниципалитетов предлагает внести изменения в постановление Совета Министров 1990 года, которые бы гарантировали молодым специалистам в возрасте до 35 лет процентную надбавку в полном размере с первого дня работы. Речь идет о так называемых «стажевых». «Если люди живут и работают в районах Крайнего Севера, они должны жить достойно, получать достойное образование, медицинское обеспечение, иметь возможность растить здесь своих детей и внуков. При Советском Союзе, если вы помните, на Север ехали зарабатывать деньги. Именно благодаря привлекательности системы оплаты труда и социальных символов удавалось привлечь на Север самых лучших интернет-ритутальные трудовые ресурсы. В настоящее время данные символы утратили свое значение». Для этого необходимо законодательно закрепить развитие государственной поддержки молодых специалистов, работающих в арктической зоне, принять стимулирующие меры, которые бы способствовали прекращению оттока квалифицированных кадров из районов Крайнего Севера. Эти инициативы вошли в итоговую резолюцию форума, которую направят и президенту, и председателю правительства.